Ну, смотря о какой системе оценки качества знаний вы имеете сейчас в виду. Вообще, если брать на школьном уровне, то система оценки качества знаний, она проходит через, согласно нормативно-правовым документам, это правила текущего промежуточного и итогового контроля. Согласно нормативно-правовым документам, это приказ министра образования, утвержденный за номером 125, здесь есть понятие текущего промежуточного и итогового контроля. На сегодняшний день, говоря о текущем промежуточном и итоговом контроле, это как раз-таки те самые СОРы и Сочи. Суммативное оценивание за раздел, суммативное оценивание за четверть, соответственно. Говоря о разделе, в принципе, если так переходить на более банальный язык, вот раньше, например, заканчиваем какой-нибудь раздел и проводим какую-то контрольную работу. Соответственно, проверяем по пройденному разделу, что ребенок знает, что он не знает. В принципе, если на простой и понятный нам язык это проецировать, то это и есть. И в конце четверти тоже проводили обязательно какие-то контрольные работы. Однако на сегодняшний день просто в чем сложность? Сложность в том, что мы измеряем не только показатели знаний, не только знаний в аспектах, но мы должны знать, что ребенок умеет, понимает, применяет, анализирует, синтезирует и оценивает эти знания, соответственно, полученные. Вот это как раз такие явления, есть таксономия Блума, о которой мы говорим. И вот согласно таксономии Блума, ребенок должен уметь не только знать, но больше, чем просто знать. Ведь на самом деле практика показывает, что на сегодняшний день, в сегодняшней практике, ребенок энциклопедия, ходячий, который все знает, он не в тренде, он не может сегодня выжить только одними знаниями. На сегодняшний день ребенок уметь должен и коммуникацировать с другими людьми. Он должен уметь применять в своей жизни эти знания, которые он получил в школе. Более того, он должен на сегодняшний день быть информационно грамотным, то есть использовать и смартфоны, и компьютеры, обмениваться информацией, получать информацию, передавать информацию. И чем больше таких навыков у ребенка, тем более он успешно показывает себя в дальнейшем в жизни. Поэтому, как показывает современная практика, знать это уже недостаточно, мы должны больше, чем просто знать. Поэтому, говоря о контроле, о котором вы сейчас говорили, о текущем промежуточном и итоговом контроле, то здесь есть как раз-таки понятия на сегодняшний день, такие как СОР и СОЧ. И вот эти СОР и СОЧ, они как раз-таки преследуют достижение целей программы. Государственная программа целей предполагает достижение определенных целей. И вот эти все цели, они идут по таксономии как раз-таки вот этого самого плума. Вот вообще говоря о системе оценки знаний, я бы хотел немножко остановиться и на работе нашего центра, Центра методического работы информационных технологий. На сегодняшний день совместно с одной из компаний, Эдтич, в сфере образования, с которой мы сотрудничаем активно, ведется такой проект, как Блемсарап Томаса. Вот этот проект Блемсарап Томаса, он нацелен на то, чтобы выявить, какие на сегодняшний день имеют трудности в обучении ребенок. То есть, к примеру, условно, мы прошли определенный блок тем, да, но через какое-то время выявляется, что ребенок в каких-то темах начинает западать. Может быть, это даже не один ребенок, это может быть 100% детей, они вообще тематику определенную не поняли, не знают или не могут вообще освоить эту тематику. И, соответственно, начинаются так называемые пробелы в знаниях, да. Эти пробелы потом собираются, 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 а в итоге ребенок дальше, дальше ему все сложнее и сложнее, сложнее. Поэтому как раз-таки вот данный проект, он нацелен на то, чтобы выявить эти самые пробелы, где есть у нас проблемы, какие сложности есть. Более того, эти сложности, они есть не только у ребенка, ведь они есть и у учителя. Поэтому вот система САР, о которой мы на сегодняшний день говорим, и по которой мы работаем, Блимсар Аптамаса, она нацелена на то, чтобы выявлять эти проблемы. Данная система, она работает в режиме как онлайн, так и оффлайн. И благодаря этому ребята даже из отдаленных сел, они тоже принимают участие. Это дети 11 класса. Они в прошлом году, это был 10 класс, они принимали участие. В этом году это 11 класс, они принимают участие. И благодаря вот этому тестированию мы выявляем эти пробелы. Но в то же самое время данный проект, он не нацелен только на контроль. Вот говоря, кстати, о контроле, да, в чем его обратная сторона этого контроля. Дело в том, что контроля, как правило, многие боятся. Что это дети, что учителя, они, как правило, слово контроль, это уже само по себе пугает, да, так как предполагают дальнейшие какие-то административные нажимы определенные. Поэтому вот как раз таки система, о которой мы говорим, вообще в целом мы стремимся, как методический кабинет, мы стремимся к тому, чтобы не контролировать, а именно помогать. Помогать педагогу, помогать ребенку, чтобы выявить какие-то сложности, ему помочь. Вот это одна из направлений, по которой мы работаем. Еще одно из таких на сегодняшний день направлений, над которыми мы работаем, сейчас внедряем. Я сам еще работая в школе, будучи директором школы, внедрял активно систему электронного тестирования. И вот система электронного тестирования мне как раз таки позволяла тоже выявлять проблемы по определенным темам. Вот в отличие от предыдущего проекта, о котором говорил, как раз таки система электронного тестирования, которую мы сейчас пробуем, она как раз таки полностью оффлайн. Ему вообще не нужен никакого интернет-подключения, достаточно просто иметь компьютер, его можно проводить в самых-самых отдаленных аулах. И благодаря вот этому тестированию мы можем выявить, например, что 90% или 100% классов не знают тему производной, к примеру, в математике. И благодаря этому учитель видит, соответственно, свои проблемы, какие есть у него в классе, и, соответственно, ведет отработку данной тематики. Но более того, на сегодняшний день мы стремимся к тому, чтобы вот как раз таки подобные мониторинги проводить не только в направлении знания и аспекта, но и измерять другие направления, умение анализировать, сравнивать и так далее. Планируем собирать учителей информатики, методистов, отделов образования для того, чтобы учить их работать в системах электронного тестирования. Для чего? Для того, чтобы они сами могли тоже проводить это тестирование, выявлять свои какие-то пробелы в своих районах, в своих школах, и чтобы могли отрабатывать со своими детьми. Ну и мы со своей стороны, соответственно, можем видеть картину, кто как работает, у кого какая есть положительная динамика, либо динамики нету, в чем проблема, если нет динамики и так далее. Потому что само внедрение обновленного содержания образования в наших школах, оно, естественно, тоже столкнулось с рядом с сложностью, когда не все учителя, не все дети могли освоить, понять эту систему. И поэтому мы ожидаем, что, возможно, и были какие-то моменты, когда дети провалились у нас в знаниях, в освоении материала. Поэтому все эти моменты мы должны выявить на сегодняшний день и отработать. Ну вот, об одних из новых я вам сейчас рассказал, да, как раз-таки о Белемсараптамасе и Майтест-систему, которую мы сейчас внедряем. Опять-таки, видите, говоря о контроле, о котором вы сейчас говорили, и говорить о мониторинге, это разные вещи. Мы не контролируем, мы больше проводим как раз-таки исследовательскую работу, мониторинговую часть, чтобы выявить свои проблемы. Контроль — это не наша, опять-таки, работа, да, это контролирующие, такие как департамент по контролю, комитет по контролю. Они больше ведут контрольные функции и смотрят, насколько организация образования проводит вот эти контрольные, точнее, мероприятия в сфере образования. Вообще сфера образования — это та система, которая не стоит на месте. Вообще педагогический мир, он постоянно обновляется, в нем всегда что-то в новое внедряется. Даже на сегодняшний день те методы и приемы, которые существуют в педагогической мере, они предполагают на то, чтобы педагог был постоянно в поиске, искал более совершенные, более новые методы. На сегодняшний день недостаточно пройти только курсы по обновленному содержанию образования, сидеть и знать, что все, я знаю, этого недостаточно. На сегодняшний день педагог, он сам должен быть единицей, постоянно изменяемой, постоянно обновляемой. Педагог искать должен себя. Но опять-таки для этого необходимо создавать, конечно же, условия. Эти условия создает администрация школы, эти условия создает отделы образования и так далее. Но мы на сегодняшний день, например, оперируем такими моментами, как action research, lesson study, когда педагог, он себя ищет, он исследует свой урок. То есть, если раньше мы говорили об открытых уроках, когда педагог идет взаимопосещение уроков, смотрит, то этого уже недостаточно, мы говорим. На сегодняшний день педагог, это коллектив педагогов, должен объединяться и искать более совершенные, более действенные методы педагогического воздействия на ребенка, чтобы ребенок, учитывая те факторы, которые у нас сейчас есть, в тех условиях, в которых растет ребенок, учитывая все эти факторы, чтобы ребенок более успешно развивался. Потому что обучение и воспитание современного ребенка, он кардинальным образом отличается от обучения и воспитания ребенка, который был 10, 20 и так далее лет назад. Поэтому мы, конечно, должны искать, постоянно обновляться, искать новые способы, новые методы обучения и воспитания наших детей. Ну, на самом деле, видите, за основу на сегодняшний день взята вообще таксономия Блума, она как в определении целей, так и в дальнейшем в постановке эти же цели используется для выявления, для контроля того же, о котором вы сейчас говорите. На самом деле таксономия Блума, она достаточно широко охватывает знания, не только вообще сферу образования. Здесь, если мы раньше говорили знания, умения, навыки, да, в советское время, мы говорили, мы оперировали такими категориями, как знания, умения, навыки. То есть человек должен знать, уметь что-то делать, да. То на сегодняшний день этого недостаточно. Почему? Потому что мы уже вступаем, мы живем уже в эпоху информационного общества. Ведь не зря, да, говорили еще ранее, говорили, что миром будет управлять информацией. И поэтому мы должны уметь на сегодняшний день работать с информацией. Но информации ведь настолько много сегодня, вы просто откройте сейчас любую новостную ленту в интернете, настолько много информации, и ты порой в этой информации теряешься. А где здесь правда? Где здесь ложь? Где здесь истина? Где, возможно, меня пытаются ввести в заблуждение, да. И на самом деле вот человек должен обладать своим критическим мышлением. Он должен отбирать ту информацию, которая ему нужна. А это без навыков анализа человек не может сделать. Поэтому по таксономии Булума есть анализ. Человек должен уметь анализировать. Но в то же самое время мы сегодня говорим о таком явлении, как клиповое мышление, да. Когда мы получаем какую-то отрывистую информацию кусками, 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 да. Но в итоге из этого сформировать что-то цельное, какую-то цельную картину мы порой тоже не можем. А посмотрите, на сегодняшний день практически постоянно 90% нашего времени, нашу жизнь отнимает смартфон. И мы постоянно тянемся к нему. И ведь это постоянно вот мы занимаемся, читаем книгу, мы отрываемся от чтения книги, чтобы посмотреть в смартфоне пришло сообщение. И это так или иначе заставляет у нас формировать клиповое мышление. Так вот, таксономия Булума как раз таки предполагает синтез. То есть теперь вот эти отрывистые-отрывистые куски информации мы ведь должны еще и мать объединять. Но при всем при этом происходят события, происходят явления, происходят те или иные какие-то явления, которые влияют на нашу жизнь. И на сегодняшний день все эти процессы мы должны еще и мать оценивать. А что это мне дает? А что я из этого явления могу для себя извлечь положительного? Что для меня является здесь отрицательным? И что нужно сделать то, чтобы завтра моя жизнь стала лучше? И это умение человека оценивать ту или иную ситуацию. Вообще оценка самого себя, или еще называть ту эволюцию, она позволяет человеку развиваться. Развиваться над собой, как сделать так, чтобы я завтра был еще лучше, еще выше и так далее. И без вот этого явления мы не можем построить на сегодняшний день современного гражданина, который бы в последующем самостоятельно получался в течение всей своей жизни. Поэтому таксономия блума, она еще и приводит к тому, что развивает метапознавательные навыки, когда человек в течение всей своей жизни развивался бы дальше. Вообще, если говорить о мониторинге, контроль — это совершенно разные вещи. Мониторинг, он как раз-таки больше нацелен на исследование. То есть мы исследуем, каковы есть у нас проблемы на сегодняшний день посредством мониторинга. То есть мониторинг — это фактически как некое наблюдение, посредством которого мы пытаемся найти свои проблемные зоны для того, чтобы потом принять какие-то решения, чтобы улучшить тот или иной результат. В то время как, например, контроль, он нацелен на конкретную оценку, то есть поставить, что вот такие результаты у нас есть, вот столько-то баллов, столько, такая-то оценка и так далее. И, соответственно, уже принимать потом какие-то административные решения. То мониторинг как раз-таки он больше нацелен на более формирующие такие аспекты. То есть если, например, говорить о той же оценке, системе оценок, о которой сейчас много говорят, то система критериального оценивания, сама система критериального оценивания предполагает формативное оценивание и суммативное оценивание. То есть конкретно оценку ребенок получает в виде баллов, в виде оценок, это суммативное оценивание. То есть, соответственно, из этого формируется четверная, годовая оценка и так далее. То в то же самое время наиболее ценным вообще для ребенка и в этой всей сфере является формативная оценка. Почему? Потому что вот вспомните, да, из школы ребенок получает пятерку, ребенок получает тройку и так далее. Но ведь учителя зачастую не объясняют, почему он получил пятерку, почему он получил четверку или тройку. Вспомните, знаете, я помню еще на одном из конференций, еще будучи молодым педагогом, один из людей тогда сказал очень важную вещь. Самая худшая оценка для ребенка – это тройка. Не двойка, не четверка, а именно тройка. Почему тройка? Потому что это считается тупиковая оценка, так как ребенку достаточно этой тройки. Он не будет стремиться к четверке, потому что это ему хватает. Но в то же самое время это не двойка. И, соответственно, пагубность всей этой ситуации в том, что ребенок не пытается развиваться. И вот как раз-таки вот та система оценения, о которой мы говорили, классическая, она всегда чревата была тем, что ребенок довольствовался тем, что у него есть. Он довольствовался четверкой, пятеркой или тройкой. Но, соответственно, он не работал над собой для того, чтобы достигать больших высот и успехов. Поэтому, говоря вот как раз-таки о формативной оценке, она нацелена на то, чтобы дать ребенку конкретной словесной информацию, в чем его проблема. Возможно, ребенок, несмотря на то, что он выучил ту или иную тему, но в то же самое время к правильному решению он не приходит. Почему? Потому что, скорее всего, он неправильно там производит какие-то операции. И как раз-таки формативная оценка, она позволяет скорректировать его ошибки, для того, чтобы он потом приходил к более точному, более верному решению. Опять-таки, смотря кто какую смысловую нагрузку, наверное, в это вносит. Диагностика, например, диагностика, она сама по себе тоже нацелена на то, чтобы выявлять какие-то проблемы, диагностировать ту или иную сферу. Но в педагогической сфере мы больше используем слово «мониторинг» для себя. Это, в принципе, как бы уже издавна еще и в советской педагогике использовалось слово «мониторинг». И посредством мониторинга выявляли как раз-таки, какие существуют у нас проблемы в педагогической сфере. Ну и, конечно же, диагностика, в принципе, синонимичные слова, можно сказать, в этом плане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова